Всем привет! С вами Электрошаман. И сегодня я доснимаю русскую версию видео про Artnet-овский конвертер, который сделал товарищ из Англии. Он называется у него Smart Show. Not the makes. И вот это всё, что после него осталось. Потому что теперь этот конвертер преобразован у меня в рэковый корпус. И вот это вот наш сегодняшний испытательный стенд. Здесь у нас софт с Artnet-овской софтины. Coolight Controller Plus. Это у нас нормальный световой пульт. Не вот эта вот гребёнка-расчёска. И вот это вот у нас рэковый конвертер. На как раз, собственно, вот этот вот конвертер Smart Show, который переделан в рэковый корпус. Сейчас я сниму фотик со штатива, но пробежимся по всему поподробнее. Точнее, даже про сам конвертер пробежимся поподробнее. Итак, что получилось? Вот он наш объект. Значит, изначально есть у нас такой товарищ, который сделал Artnet-овский конвертер. Почему вообще? Откуда пошла проблема с Artnet-ом? Проблема с Artnet-ом пошла от того, что мы хотим управлять светом по сетке, по обычной. Ну, например, чтобы нам было просто удобно, что у нас с вами есть некий домашний комп, у которого по одной и той же сетке, как и-нибудь 192-168-01, цепляется музыка серваков и одновременно при этом цепляется ещё и управление светом всем домашним. То есть, чтобы к вам пришли друзья, вы нажали кнопку, сказали, «Йоу, чуваки, зацените, какая у меня охреновина, сейчас я тут световое шоу написал». И нажали кнопку, и у вас всё это дело пошло в работу, вам не надо было сидеть за пультом. Так вот, собственно, стандарт Artnet, с ним всё хорошо, всё прекрасно, но оказалось то, что в этом стандарте по умолчанию жёстко вбитые айпишники вида 2.0 и так далее. Причём с маской 255.000, то есть они широковещательные. Вроде как международные даже. Широкосетевые, не для локальной сетки. Прошу прощения за оговорки. В общем, смысл в том, что заводские артнетовские конвертеры, в которых у тебя есть какая-нибудь менюшка, в которую ты можешь вбить любой айпишник, стоит примерно тысяч по 50. И то, некоторые из них могут менять только последний актет этого адреса, например, какую-нибудь вот эту вот вещь. А остальное всё в них тоже будет зашито жёстко. И, в общем, товарищ из Smart Show Lightning собрался в Англии и Великобритании, Боб, и сделал на базе, как оказалось, обычной Ардуинки с сетевым модулем свой конвертер. То бишь, ставится Ардуинка, Nano, к ней ставится обычный вот этот вот интернет-шилд, Ардуино и интернет-шилд. Вот так вот это всё у него собирается. У меня тут не видно, я... Ага, всё, собирается вот так вот это всё. На выход TX ставится конвертер в RS-485, и мы получаем вот такую вот девайсину. Изначально она у неё продавалась в таком корпусе. Я это дело разобрал, спалил одну Ардуино, выпросил у него свежую прошивку, перелил это в другую Ардуинку, и запихал это всё себе в корпус от DMX-разветвителя. То есть, я захотел сделать универсальный девайс для своих задач. Сейчас мы попробуем это всё заснять. Значит, в чём универсальность девайса? Универсальность девайса в том, что он сделан на базе китаёзного DMX-разветвителя, у которого, скорее всего, даже нет оптической развязки. То есть, вот он этот наш разветвитель, вот у неё 8 выходов, вход и, соответственно, по стру. То есть, изначально здесь сигнал, который входил, он никак не преобразовываясь, никак не усиляясь, продолжался дальше для DMX-цепочки. Значит, что я сюда сделал? Я поменял выключатель питания на красивенький, жёлтенький, впилил туда вот эту вот ардуиновскую хреновину и сделал себе переключатель, который позволяет у меня теперь выбирать, что будет подаваться вот на эти выходы. Либо на эти выходы будет подаваться сигнал с Артнета нашего, либо на эти выходы будет подаваться сигнал со штатного входа. То есть, сейчас на моём тестовом стенде у меня есть выбор, откуда гонять мою световую систему, не трогая никакие подключения, либо от пульта, либо с компа. Сейчас я это всё, конечно же, продемонстрирую. Посмотрим, как это всё у нас сделано. Сделана она на базе обычного DMX-разветвителя и усилителя. То есть, что здесь было изначально? Здесь было две вот этих вот вещи. Это блок питания, который выдаёт вроде как в 5 вольт, вроде хрен знает сколько, ничего я так толком не понял, оставил как есть. И платки-высилителя. То есть, вот этот вот входной разъём, на который приходит сигнал, который она усиляет и раздаёт на вот эти вот 8 выходов. Больше она ничего не делает, собственно. Штатно на вход этой платки сигнал поступал с вот этих двух разъёмов, вход-выход DMX-овские, которые были просто запараллелены. Ну, так вы бы в DMX-устройство и делаете, чтобы цепочка DMX оставалась целой и не рвалась. Что я сделал? Я, на самом деле, воткнул блок питания 5-вольтовый, поставил две 5-вольтовые релюшки, или какие они у меня там, по-моему, да, 5-вольтовые, да, потому что у меня сама Ардуинка, вот эта вот, его питается тоже 5-вольтами. Поставил две релюшки, которые мне переключают сигнал либо отсюда, либо отсюда, и выдают его на платку усилителя. То есть, в принципе, конструкция очень простая и очень нехитрая. То есть, в одном положении релюшка у нас подает сигнал отседовая, в другом положении релюшка подает сигнал отседовая с вот этого артнетовского конвертера. Сам его артнетовский конвертер я присобачил к какой-то простой макетной печатной плате, перевернул вверх ногами, и у меня получилась вот такая вот конструкция. И вот он мой переключатель. То есть, если я его включаю, сейчас у меня вся конструкция действует в режиме артнета. Если я его выключаю, то конструкция действует в режиме обычного DMX-усилителя. То есть, вот этим переключателем я могу выбирать, откуда мне мою домашнюю систему питать, скажем Либо я хочу показать людям шоу с компа, тогда я включаю свой выключательчик, и у меня вся система питается с компом Использует сигнал DMX с компа, с Artnet Либо я хочу порулить онлайном с пульта, и тогда я переключаю его вниз и рулю онлайном с пульта Сейчас мы конвертер закроем, и я покажу, как все это действует в реале Ну, собственно, будет маленький простой пример Итак, наш с вами маленький простой пример Вот он, наш испытательный стенд Сейчас у меня все находится в режиме blackout Давайте я, наверное, временно фотик все-таки еще раз сниму и покажу Значит, на компе у нас с вами написано простая световая сцена Типа все включено, все диммеры Написана сценка для перебора RGB цветов, вот такая вот И написан эффект для движения голов Значит, головы, мы будем использовать вот эти вот вращающиеся головы Они у меня самые удачные, их лучше всего программируют, потому что они одинаковые Помните это самое правило, не берите оборудование штучно, берите хотя бы пары Мы будем двигать позицию по кругу То есть, если все это дело запустить, мы собрали его в коллекшн Это вот кулайтовская как раз вещь Мы собрали ее в коллекшн, если это дело мы стартуем То у нас, наши головы включаются Цвета перебираются по RGB и они двигаются по небольшому там такому кругу Значит, на пульте у меня сейчас тоже стоит blackout Вот он включен И у меня есть записанных очень много всяких сцен Сейчас blackout еще раздернем У нас записано много всяких штуковин Вот третья сцена, которая там была записана, она была статическая То есть, там на нее было навешано много чего То есть, там двигались и головы, работал сканер наш рабешный, другие сканеры Все это мигало, двигалось То есть, она достаточно отличима от той сцены, от той фигни, которая прописана на компе Давайте посмотрим Значит, сейчас у нас с вами переключатель находится в выключенном состоянии Поэтому, если я сейчас сниму свой blackout То у меня пошла вот такая вот движуха Да, штатив нам даже с вами не нужен То есть, у меня мигает рабешный сканер Мои головы вот так вот качаются И тоже перебирают RGB-шный цвет То есть, в принципе, он видно Тут отражение от окон Частично Или откуда-то еще Чья-то габота-то у меня зависла А, это китайский сканер завис В общем, бегают у меня тут габошки И перебираются всякие цвета Вот такая вот сцена с пульта Значит, я могу ее вырубить Могу врубить что-нибудь еще более характерное Только не помню какое Ага, вот есть у нас статическая сцена Сканер там мигает А цвета у нас просто перебираются И есть что-то еще записанное Ага Это я вот как раз в двоерудный брательник заезжал Я ему показывал, как вот это все работает И мы с ним тоже что-то записали Вот Оставим нашу вот эту вот Третью Третий плейбэк Он такой вот очень достаточно красочный Достаточно характерный И теперь смотрите, что будет Значит, на компе Мы сейчас с вами запустим Нашу коллекцию Collection Вот она у нас стартовала Нам даже показывается кнопочка Которая останавливает все Выполняющееся в кулайте Она показывает, что что-то у нас работает И сейчас Смотрим на наши головы с вами А я переключаю переключатель Вот они, наши головы Опа! И теперь мы с вами перешли на управление Артнетом с компа Значит, все эти сканеры у нас Повыключались Робежка тоже повыключалась И сейчас у нас с вами живут Только головы Они тут у нас неспешно Вот так вот Вертятся И перебирают ржебишные цвета То есть Вот как у нас получилось В итоге Думыксовый кабель Ты теперь можешь не перетыкать А можешь просто щелкать Переключателем на коробочке На некой И коробочку вот эту самую Подцепить Непосредственно в лан-сетку И больше это все никогда не трогать То есть только оперировать Переключателем Вот этим вот Давайте еще раз заценим Значит, вот я направил на наши головы Фотик Снимая переключатель Мы сейчас перейдем в режим пульта И вот они у нас пошли колбаситься Мы можем даже на пульте попробовать Вспомнить, что там было из эффектов Смикшировать Что-нибудь еще непонятно Нет, вот это вот не пошло Давайте посмотрим, что у нас тут Это у нас положение были Давайте бахнем Вот это вот вещь Во! Вот мы с вами смикширили еще и положение Бошки сместились в другую сторону Теперь у нас совсем все характерно Значит, вот у нас бошки двигаются с пульта И вот теперь у нас переводится все это в Artnet Вот такой вот контроллер Вот такой вот эффект получился Мне, конечно, больше все нравится пульт Потому что он подлоаппаратный С ним все потому что прям прекрасно Все идеально Отлично Про пульт я буду рассказывать отдельные видео Постепенно и потихонечку А может быть запишу даже простенькое обзорное видео Посмотрим, как пойдет Ну вот, собственно, все На этом всем спасибо Вот такая вот у меня теперь Artnetская приблуда получилась Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!